2 ребятушки с вами ладушки мы с вами сейчас пойдем эмберс говорить с ханакой самой самой ханакой ресторан угли поехали в ресторане дерьмище это плохо кончится говорю тебе спасибо карл для тебя возможного сука точно нас подставит может покушать и успокойся ты уже просто зайдем поговорим и уйдем до меня дошли некие слухи что здесь есть вариативность концовок спасибо в принципе это можно предполагать от подобной игры да да руку свою убери я хотел сказать что я не буду стараться получить какую-то определенную концовку хотя бы потому что мне нету каких-то определенных симпатий не к нашему персонажу не к джонни никому либо еще поэтому я пойду абсолютно рандомным путем на ту концовку которая получится чтобы ребят потом ни у кого не возникало вопросов в конце а почему а как я предупреждаю заранее все поехали а ты у нас еще не музыцируешь всех выгнала херово ты пришел прекрас мне кажется она все знает дать сразу где давайте сразу к делу прежде чем обсуждать детали я хочу кое-что объяснить ты имеешь право знать почему я решила тебе помочь ну допустим знали можно ли мне верить убил ли юринобу вашего отца что с тех пор изменилось я все знал самого начала вы знали как я и члены правления понятно никто из них не поверил в то что моего отца могли отравить картина не складывалась слишком много деталей не совпадаешь говорил на все знает то есть но это было очевидно все в порядке ну как бы то почему ничего не сделали раз вы все знали почему ничего не сделали только вчера почувствовали угрызение совести разумеется мой отец не было ангелом я не питаю иллюзий на его счет если надо было устранить врага он отдавал приказ без колебаний юрина бы считал это недопустимым но для отца цель всегда оправдывала средства но я говорю что он должен был быть жестким типочком чтобы править аросакой знаешь что именно власть конечно власть семья наша семья серьезно я должна была быть ее хранительницей заботиться о ней поддерживать мир соглашаться с ее решениями кажется юрина бы получил немного другие указания юрина бы поднял руку на отца но он один из нас он часть семьи я не надеюсь что ты это поймешь просто хочу объяснить как трудно мне было решиться на то чтобы выступить против своего брата ребят чтоб вы поняли сути потому что он склепал такую корпорацию корпорация для него была важна судя потому что судя потому что он столько лет остался главой корпорации власть ему была важна судя по тому как ужаснейшая криво он воспитал своих детей что конце концов один из них его убил дети ему не были важны это это неправильно ну ну хорошо это ваш брат вам сейчас тяжело допустим это я понимаю а почему вы передумали то я начала сомневаться еще во время парада мы получили предупреждение что нарушены протоколы безопасности опасения подтвердились когда я поняла что штурмовая группа моего брата пришла не спасти меня а убить до юрина бы просто решил вами пожертвовать отец был прав насчет него юрина бы никогда не думал о нашей семье моя роль быть сердцем семьи пришло время семьи аросака прислушаться к своему сердцу она укажет путь ты принес души губ как мы и договаривались держи ствол на готове и не слово вас тут беспокоит вы кажется нервничать что то не так это пролетает тут уже в третий раз да я заметил за вами кто-то следит мы немного отклонились от темы ты принес души губ думаете меня так просто развести думаете куплюсь я вообще-то хочу выйти отсюда живым если бы я хотела тебе навредить я бы выбрала менее заметное место для встречи да тут меня никто не найдет мы когда потому что я могу спасти тебе жизнь я проведу тебя в микоши как ее же не существует в реальности точка доступа туда есть и она совсем где здесь в найт-сити под и 1 кота нам надо уходить быстрее уйти хочешь как это ты догадался блять отвали не мешая и слушать это очень плохо кончится мы просто слушаем у нас мало времени но ничего же не бывает просто так в таком случае что вы хотите получить от меня мой брат чувствуешь вот так пахнет говно смотри не вляпайся мы должны добиться чтобы он ответить убить и ренобу я точно не буду это ваш семейные дела это ваше грязное белье ваши семейные разборки зачем мне в это вмешиваться ты уже вмешался по своей воле кто-то тоже и что вы собираетесь делать я ренобу парокс сурсову год стак не о модуль и дарайте сегодня символа я ренобу скоро соберет заседание правления будут приглашены представители всех фракций охрана будет максимально хорошая возможность рассказать им как на самом деле погиб мой отец ничку так никто же не поверил тебя на эту встречу и ты дашь показания против я ренобу это показать слушать можно я скажу прямо помоги мне избавиться от юри ну и я избавлю тебя от конструкта кстати пусть им все получится что потом вы станете главой арасаки откуда такое предположение а кто еще это логично так и мура говорил что и ренобу должен был передать вам филиал найт сити каждый должен знать свое место мой брат никогда этого не понимал я знаю свое место и ничего не хочу менять не знаю не хотите или не можете потому что вы женщина я сама решаю свою судьбу как и ты ну как так 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 как и ты а чуть рискованно я должен обвинить юринобу в убийстве перед всеми боссами арасаки ну да стите это больше похоже на приглашение на казнь я знаю мы предпримем все возможные меры безопасности и какие например увидишь ну я должен подумать интересное предложение мне нужно подумать конечно только не долго после парада юринобу насторожился он может что-то подозревать давай пошли отсюда скорее век как ты себя чувствуешь нормально у тебя идет кровь почему у тебя были кажется твоё время уже на исход черную лучше поторопись с решением не волнуйтесь я скоро вам тебе нужно на воздух быстро не тупо на улицу кстати вход в лифт прямо с улицы я предупреждал что творишь что я делаю показываю тебе что такое внезапно оказаться в ловушке это ты мне фигню эту делаешь я просил я предупреждал но тебе похоже на меня насрать чувак ты мне подгадил сейчас в бежать на поводке у этой фарфоровой суки тебя что то не устраивает мы же добились своего нам сказали где вход в микоши ну да под арасака тауру только что нам это дает что это нам дает блять я не собираюсь брать арасаку штурмом иди ты нафиг тебе не кажется что как раз в этом вся проблема иди ты со своими идеями ты уже один раз брал арасаку штурмом я не хочу повторять твоих глупых ошибок он отобрал у меня контроль Тише, тише. Лучше не двигайся. Сначала вырубил меня, потому что брал контроль. Больно, я знаю. Ты бредил, когда пришел, так что я накачал тебя. Это галл передал. Но светочувствительность это хороший знак. Зрительные нервы не повреждены. Как... Как я сюда попал? Приполз сюда на последнем издыхании. Испугал мести до полусмерти. Скинул со стола пациента, которого я оперировал. И потребовал, чтобы я занялся отобой. Скажи, это был твой ангел-хранитель. Иди нафиг, Джонни. Это... Ну... Был не совсем я. Знаю. Это меня и беспокоит. Скажи, думай, что прямо... Скажи, думай, что ты прямоешь. Скажи прямо. Вик, говори, в чем дело. Ты дошел до критической точки. Попробуй сесть. Осторожно. Попробую. Кажется, ощущения возвращаются. Не спеши. Очередная победа мирового масштаба. Хм. Ну, говори. Вик, если хочешь что-то сказать, говори. Сколько это еще будет продолжаться, Вик? Ну, это не так у меня в голове сидит. Судя по твоему состоянию, недолго. В следующий раз ты уже не успеешь сюда доползти. Ты откинешься где-нибудь в переулке. Так я не против вылечиться. У тебя последняя возможность найти решение своей проблемы. Понимаешь? А что я по-твоему делаю? Найти решение проблемы. А что я, блядь, все это время делаю? Что бы ты ни делал, ты оказываешься у меня на столе. Смотри. Видишь вон тот столик? Ага. Там таблетки, которые помогут тебе закончить игру под твоим правилом. Если пройдешь эти несколько метров, дальше придется надеяться только на себя. По своим правилам, значит? Да. Заткнись, ты мне решишься. Завали хлебало, Джонни. Это мое решение. И мне надо его обдумать. Хочешь порослинуть мозгами? Ладно. Только не в этом подвале. Господи, Ви, ты думаешь вслух? А? Вслух? Да это таблетки. Иди и сделай что-нибудь. Ах. Наверное, справлюсь. В общем, решай, Ви. Только сперва надо выбраться отсюда. Так. Нет. Да нет же. Ладно. Моя оружие при мне. Пойдем. Опять могу. Хорошо. Ви, я слышала... Ну... Твои мысли. Да, неловко вышло. Извини. Правда. Не извиняйся. Я знаю, что происходит. И дальше ведь тоже легче не будет. Никому из вас. Если тебе надо определиться, я знаю хорошее место. Ладно, веди. Что это вообще за место такое? Я когда-то водила туда Джеки. Это недалеко. Джеки? А он-то здесь при чем? Увидишь. Пойдем. Ну, идем. Баканаки тут? Черт. Первый раз Баканаки я увидел именно здесь. Ладно. Бомжат не такие. Мне нажимать? Последний этаж. Спасибо. Он был такой же мрачный. Кто? Джек? Вот и все, Чика. Мне конец. Фига себе ты это... Надо же, не похоже на Джеки. Это было очень давно. Его мама как раз узнала, что он присоединился к Валентину. Когда с одной стороны сеньора Уэллс, а с другой твоя банда, правильный выбор сделать не получится. Да уж. Жизнь была несправедлива к Джеки. Но, несмотря на это, он смог поверить в себя. После того, как я привела его сюда. Первая его ошибка была... Ну, ошибок у него было много. Первая фатальная ошибка была, то, что он связался с таким недоумком, как Ви. А вторая его... Наконец-то выбрались на воздух. Ошибка была... В Дексе. Ну, сесть. Сесть! Да подумать и побыть наедине с собой. То, что нужно. Садись тут и сиди, пока все не обмазнуешь. Спасибо. Отположить это чертов пистолет. Правда, очень круто. Слушай, а что Джек решил, когда тут сидел? Что решил? И я стану легендой этого города. Ого, да. И на этой ноте я, наконец, оставляю тебя одного. То есть ты мне... Сиди на здоровье. Ты меня напугал вообще-то. Думал, ты решил отчалить. Благодаря тебе, чувашь. Я не влящу здесь. Это пока. И если хочешь с кем-то попрощаться, звони сейчас. Что, хочешь сказать, все пойдет по худшему сценарию? Нет. Но это в любом случае будет большой риск. И если у нас не получится... Короче, че будем сиськи мять? Звони давай, если есть кому. Мне кому все пахнет. Подождут. Нет. Прощаться, это не в моем стиле. Ну, дело твое. Долго мы с тобой сюда добирались, да? Да, как бы... Только подумай. Мы начали, блядь, насраной помойке. Ты там и закончил. Не, не надо заново сейчас с этого. Это было в прошлой серии. Как ни в чем не бывало. И любуемся видами Найт-Сити. Жоня. Жаль, что я не увижу, чем все это кончится. Мы с тобой не друзья. Оказался от варианта, который у нас остается. Потому что все что угодно лучше, чем брататься с этими тварями. Предлагаю рискнуть и поставить на рассы. Это, блядь, что было. Твою мать, да что ж ты такой упрямый. А ты че упрямый? У тебя научился. Ну, кстати, да. Ты уверен? Назад откатиться уже не получится. Да, уверен, уверен. Давай попробуем. Можно покончиться всем прямо сейчас. А к чему это? Да, давай. Пофиг. Да. Только не психуй. Честно говоря, мне абсолютно похер. Ну и давай, до свидания. Чувствую, ты еще пожалеешь об этом решении. Только когда это случится, я уже не смогу помочь. А когда ты до этого помогал, дружище? Может быть, это мой последний налет. Я хочу видеть, что происходит. Все чувствовать. До встречи в Микоше. Джонни? Все, все, ушел. Молодец. Ну, все, я один. Фух. Наконец-то. Я согласен на сделку. Ты не спешил. Я Ренобу успел сделать ход первым. Какой ход? Мой брат попросил, чтобы я погостила у него в Норд-Олке. Не можете уехать. Да. О моей безопасности заботятся его люди. Ясно. Внезапно. И что дальше? Внезапно. И что дальше? Мы не можем ждать. Мне нужна твоя помощь, чтобы выбраться отсюда как можно скорее. Где ты? У Виктора. Клиники. Она сразу за магазином из Атерика Мисти. Я пошлю за тобой кого-нибудь. Тебя подвезут к резиденции. А потом мы поедем к моему брату в Аросака Талу. Мне это нравится. В кавычках, конечно. Я обеспечу тебе безопасность. Мы сделаем так, что ты сможешь дать показания, и тебя никто не тронет. Через несколько минут она же. Я не могу выбраться. Помоги мне. То есть ты собралась обеспечивать мне безопасность в тот момент, когда ты сама себе безопасность обеспечить не можешь. Ну, просто красавица. Офигенчик. Баканаки! Вот ты где, красавчик! Уйди нафиг! Это я, да. Да, это я. Ничего, отвалюшись. Я жду машину. Заходи. Подождем вместе. Оооо! Что это у нас тут? Вот! Это мистер Брайтман. Мы с Брайтман. Я тебя знаю, чувак. Я тебя с самого начала игры знаю. Не вон один. Я могу присесть? Присесть, пожалуйста! Игра! Ладно. Брайтман, чувак. Красавчик. Вообще лучший персонаж в игре. Увидимся. Так, и в 5. Ой, в 5 я могу что сделать. Погодите. Ну, ладно. Я просто сделал парочку резервных сохранений с этого момента. Разве ты все равно ждешь? Может, тебе погадать? Давай. Окей, давай. Я не против. Что это за журнальчик, блин? Балзи. Некоторые считают, что неопределенность это зло и гадают, чтобы от нее избавиться. Хе-хе. Другим кажется, что все зло от перемен. Это тоже неправда. Мы меняемся каждый день, каждую минуту своей жизни. Бояться нужно не перемен, а того, в кого мы можем превратиться. Главное знать, что идешь верным путем. Я придумала этот расклад специально для тебя и Джонни. Твое будущее – это его будущее. И наоборот. В самом деле, я передумал. Ну ладно, я готов. Начнем с тебя. Шут. Кто бы сомневался. Теперь давай разберемся в его значениях. Шут символизирует начало путешествия и появление в жизни чего-то нового. Это внутренний ребенок. Любопытный, но наивный и легкомысленный. Напоминает Ви, с которым я познакомилась. Мак. Это талантливый и харизматичный человек. Лидер. Прямо как Джонни. Карта перевернута. Это может означать зависимость и психические расстройства. Да, это сто процентов, Джонни. Он сам одно большое расстройство. Последние карты – это ваше будущее. Дьявол. У тебя, случайно, нет другой колоды? Повеселее. Это не смешно, Ви. Перевернутый дьявол – значит подчинение. Потерю контроля – это борьба. Агрессия, зло. Что бы тебя ни ожидало, считай это предостережением. Ладно. А Джонни? Луна. Ну, звучит вроде бы неплохо. Не знаю, Ви. Луна – это тайна. Что тебе, 10 баксов? Кажется, за тобой. О, тут котик. Хи-хи, прикольно. Что, это что? Лимузин Арасаки? Лимузин Арасаки? Прикинь. Все верно. Почему, Ви? Они же убили Джеки, а ты… Ты теперь с ними работаешь? Ты все еще не понимаешь? Джеки погиб, потому что мы совершили большую ошибку. Кстати, да. А все остальное – просто ее последствия. Угу. Значит, карты не лгали. Ты изменился. И моя интуиция говорит, что к худшему. Иди лесом. Вот, значит, куда попал секретный прототип Арасаки. Очаровательно. А где ваш риппер? Гадает на крысином помете у помойки? Гадает на крысин, а… Ли-ка… Ты ведь, конечно, помнишь наш предыдущий разговор? Да, чуть-чуть. Где-то как-то. О конструкте личности, которая может влиять на твои решения. Той же самой личности, которая полвека назад взорвала две ядерные бомбы Воросака Тауэр. Он отключен, не переживай. А теперь ты с этим конструктом предлагаешь уладить конфликт Воросаки. Интересное стечение обстоятельств, не находишь? Да, но ничуть не интереснее твоей паранойи. Ты правда думаешь, что я вас подставлю? Пока не знаю, но я буду за тобой наблюдать, обещаю тебе. Чувак, когда я тебя видел в последний раз, ты сидел с обмоченными штанами, так что я тебя не боюсь. Почему она не звонила? Кто? Ханака? Даже не знаю, что ты здесь делаешь с таким интеллектом. И что я здесь делаю? А почему я в лимузине на переднем сиденье? Осторожнее, слышь. Не дрова везешь. Эй, эй, я тебе не водитель. Я на это не подписывался. Никто из нас не подписывался. Так что заткнись и веди. Ну, а пропустить поездку можно? Ничего ж не происходит ведь. Алло! Сейчас начнется веселье. Хотя это лимузин Арасаки, но охрана все равно нас правит. Старайся держаться естественно. Точнее, просто сиди спокойно, ничего не делай, и все пройдет гладко. Хальт. Дженсен, это ты? Не, просто похож. Все в порядке? Да. Доступ в резиденцию закрыт до особого распоряжения. Приказ Йоринобу Арасаки. Мы по приглашению Ханака. Не осложняй жизнь нам и себе, пожалуйста. У меня приказ Йоринобу Арасаки. Ты издеваешься? Ты же меня знаешь! Да. Его не знаю. Назовите себя. Предлагаю опустить формальности. Нас ждет Ханака Арасака. Оставайтесь на месте. Чувак, я уже дважды... Мне уже игра дважды предложила тебе голову разбить. Через минуту придет подкрепление. Твою же мать! Спасибо, чувак. Прекрасно, Андерс. Как ты там сказал? Держитесь естественно. Я-то попытался. Да иди ты. Что об вас всех? Что дальше? Нас к ней близко не подпустят. Придется прорываться прямо через них. Прекрасно. Развлекайся. Пока будешь искать Ханака, я найду Ави. Я ничего не нажимаю, если что. Я в спальне. В центральной части резиденции. Андерс, нам нужно Ави. Он и ты сказал. Во-первых, мы нейтрализуем четверых охранников. Ви, тебе понятно задание? Ага. Нейтрализуем. Кстати, нет. Я забью их канал связи, чтобы не подняли тревогу. Тачка, кстати, симпатичная. О! А это та машина, на которой мы, по идее, должны были ездить всю игру? Похожа на нее или нет? И в 5 у меня есть? Нету. Спасибо. Добраться до резидента. А почему мне... Сюда показывают. Погодите, что с моими заданиями? Второстепенные задания. Завершенные задания. А почему у меня даже после того, как я начал финальное, высвечивается Королева Автострад? Странно. Да, и я тоже знаю, что они здесь. Да, и я тоже знаю, что они здесь. Стопперы грохнули. О, меня взламывают. Осторожно. Еще пятеро охранников наружу и резидент в гараже слева. Вали его! Вот, держитесь вместе. Так я могу по вам больше урона наносить. А че ты такой быстрый? Огонь на поражение! Ты где? Нормально, избавились. О, снайпер! Да успокойся. А, все, я его вырубил. Стоп, надо это снайпера убрать. Да-да-да-да-да, расскажи мне об этом. Стреляй! О, привет! Привет-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как-как. Кинул бомбу. Гранату. Подожгли, да-да-да. Так, чувак, погоди, ты здесь? Иди сюда. Все, поговорили? Кажется, да. Больше людей Юриноу здесь нет. Ну, такое, да. Скорее, я жду. Стекла здесь отдельная отвратительная фишка, потому что они разбиваются микрокусочками. Ой, неплохо. Это я тебе отрубил кусок тебя, руку. Ну, катана, да. Хорошее оружие. Вообще, катана для вас является полнейшим спасением, потому что иначе я вас убивал бы кухонным ножом. Это был бы позор, конечно. Вот так, катана хоть как-то хоть немножечко спасает ваше положение, что вас убили традиционным... Ну, не то что традиционным, а таким более аутентичным методом. Пеперницу забрал. Вот смотрите, вот разбил кусок стекла, но пройти не могу. Офигезно. Сядь, просто телик посмотреть. Не, не хочу, спасибо. Так, с этими ребятами мы поболтали. Тут у нас все хорошо. О, а что там за чип? Укращенный дракон. Биография Ирино Буарасаки. О, история Ирино Буарасаки во многом напоминает старую притчу. Младший сын одного из самых могуичных бизнесменов в современности отрекся от семьи. Ушел в подворотни Токио, а потом приполз обратно просить прощения. Во всяком случае, так его история описана в официальных источниках. Но почему Ирино Буарасаки предал отца и что заставило его вернуться? Мне удалось найти ответ на эти животрепещущие вопросы спустя долгие годы, которые заняло мое расследование в поисках его бывших сподвижников. Ирино Буарасаки родился в Токио в начале 21 века, но стал первым ребенком... А, он стал первым ребенком Митика, третьей супруги Субару Арасаки. Детство Ирино Буарасаки прошло безоблачно. Мальчик пользовался всеобщей любовью, по крайней мере, до 21 года, когда он закончил Токийский университет. После выпуска церемонии... После выпускной церемонии семейство Арасаки устроило вечеринку в честь Ирино Буарасаки. Во время праздника Сабуру позвал сына в свой кабинет, чтобы побеседовать с ним наедине. Что произошло за дверью кабинета, неизвестно. По словам многочисленных очевидцев, спустя несколько часов Ирино Буарасаки покинул поместье, бесследно растворился в ночи. В последующие годы Ирино Буарасаки не раз видели в составе группировки кочевников, известной как Котэцену, да-та-та-та-что-то там, или Стальные Драконы. Молодой бунтарь не скрывал свое участие в вооруженных конфликтах с агентами Арасаки и проводил антикорпоративные кампании. Когда его семье стало известно, Сабуру отрекся от сына, а Кей, старший сын Сабура, поклялся отомстить младшему брату. По иронии судьбы, Ирино Буарасаки помирился с отцом именно на похоронах Кея. Глава клана Арасака всегда отличался гордостью и твердостью характера, поэтому многие были удивлены, что он пошел на этот шаг. Почему же Сабура принял такое решение? Какую роль в примирении отца и сына сыграла Ханака, сестра Ириноба? Все это еще предстоит узнать. Так, у вас тут еще мой лут валяется. Я заберу, если вы не против. Хе-хе. А у убитых я уже что-то отрубить не могу, к сожалению. Ну, хорошо. Опасная зона. Ф5? Нет, не могу. Приближаюсь к резиденции. Хорошо, садись у бассейна. Эти люди просто не оставили мне выбора. Мы еще не закончили. Вам надо успокоиться и взять себя в руки. Нет, не надо. Дело не в этом. А в чем? Судя по всему, началась война. От вас слышать про войну страшновато, но, по-моему, вы преувеличиваете. Ты действительно так думаешь? Я просто считаю, вы, я и Хельман, три человека. Ну, два с половиной. О, если бы я, между прочим, эта тварь она пыталась меня убить и не захотела меня слушать. Ее армии, этого будет недостаточно. Мой брат, это не вся Аросака. По крайней мере, пока. Он об этом знает. И потому окружает себя преступниками. Вроде Адама Смешера. Думаете, это меня утешит? Мы одни. И это факт. Мой отец тоже был один. И он построил империю. Между прочим, про Оду. Вот вы мне написали пару серий назад в комменте, типа, что его можно было не убивать. В последний момент он был безоружен. Не было никакой катсцены, в которой он говорил бы, ладно, чувак, я тебя выслушаю, погоди, то-то-сё-то. Нет. То есть, честно говоря, я даже не видел того момента, где он был безоружен и побеждён. Я просто его, типа, лупил, как босса. Поэтому, ну, я не считаю, что это адекватно сейчас меня обвинять в его убийстве. С другой стороны, я не уверен, что хотел бы оставлять его живым. Да, он бы мне сейчас мог бы помочь, но такой кузнечик бесполезный. Не слишком ли рано пить шампанское? Чуваку поплохело. Но если это тебя успокаивает, может, у кого-нибудь ещё дрожат руки? Да, у меня с руками всё в порядке. А со всем остальным, мне кажется, нет. Блин, всю игру нас спаивают всеми возможными методами. И со всем остальным тоже неплохо. Это неправда? Он отключился в машине. Просто устал. Ничего удивительного. Твоя центральная нервная система отмирает. Лично меня удивляет, что ты ещё ходить можешь. Нам надо спешить. Как только я рассчитаюсь с Юринобу, мы займёмся тобой. Ты рассчитаешься. Ты. Хорошо. Может, мы прилетим уже, наконец-то. Виды такие и не такие. Головы я не могу дальше повернуть. Окно только с одной стороны. Видно просто какой-то серый куб. На что я должен здесь любоваться, не знаю. Ладно. Арасхака Тауэр. Мы летим. Я так понимаю, что всё это будет происходить уже... Весь наш штурм и всё, что здесь творится, будет происходить, наверное, уже в следующей серии. Мы просто по хроме отражу не вытянем. Я сейчас думаю, где бы нам лучше сделать паузу, где бы нам лучше сделать перерывчик, чтобы это всё не выглядело рванно. Вот, ну, сейчас посмотрим, где нам дадут сделать сохранение. Вот что меня интересует. Наверное, после приземления должно пройти или автосохранение, или что-то ещё. Возможно, мне дадут сделать ручное. У тебя уже всё готово? Вполне. Сейчас посмотрим, как всё это будет. Вот этот длин... Мы пролетели через закрытые двери. Ну, классно. Длинный полёт бесполезный. Могли бы его заполнить или больше диалогами, или сделать кнопку пропуска, или что-то ещё. Ну, не знаю. F5 есть? Нет, невозможно. Твою мать! Офигенно. Он выдержит? Да, да. Должен? Я сомневаюсь, как он ещё ходит. Он выдержит? Должен? Всё нормально. Такое... Хотя, я не знаю, какой продолжитель будет следующая серия. Но я так понимаю, что это будет какая-то финальная битва, финальный босс, потом заставки. То-то, всё-то. Давайте перенесём всё на следующую серию. Пока что... Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бобра. Всем молодушек. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому.